Один из новых автомобилей поступил в прошлом году в автопарк Севенгульской районной больницы. Раньше жители обслуживали три автомобиля скорой помощи и одна машина реанимации. Данного количества для 43 населенных пунктов было недостаточно. Местные жители обратились к региональной власти за помощью, и этот наказ был выполнен. Тот автомобиль, который мы получили, он, конечно, очень нам был необходим, востребован, и население данных поселков, оно нуждалось в данном автомобиле. В конце лета в Теренге после капитального ремонта откроет свои двери местная детско-юношеская спортивная школа. Здание было построено в далеком 1980 году, и после этого ни разу не ремонтировалось. Местным ребятам приходилось заниматься спортом в спартанских условиях. 40 лет живу в Теренге, ремонта никакого здесь не было. Зимой здесь очень холодно. У нас вот даже секция карате, мы их переносили, просили в Теренгульскую школу эксплуатировать спортзал Теренгульской школы, потому что ребятам здесь, они же в кимоно, они босиком, как бы очень плохой пол, очень плохой пол был, вот, холодный, да. Сейчас спортивных занятий в этом здании не проводится. Все ждут окончания ремонта. В этом году пройдут очень большие ремонтные работы. Это начиная с кровли, которая будет целиком заменена. Значит, будут косметические работы проведены, замена полов, замена окон, значит, ремонт тренажерного зала. Также будет ремонт, вернее, установка душевых кабин, установку, значит, канализацию сделают здесь. То есть будут созданы все условия для занятий детей. Ремонт школы также стал одним из наказов. На работы было выделено почти 5 миллионов рублей. Андрей Корчагин, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.